В Ульяновске С первой минуты дискуссия выстроилась в режиме вопрос-ответа. Порой перетекала в жаркие споры, где сталкивались с полярной точки зрения. Эксперты рассказали свое представление о той или иной остро стоящей проблеме в сфере массового спорта. Приглашенные из соседних регионов спикеры поделились своим успешным опытом. Коллеги из Татарстана, к примеру, презентовали бренд спортивной индустрии «Таймермен» – серию спортивных соревнований по триатлону. В следующем году массовые спортивные события, которые на этапе становления охватывали всего 200 человек, выходят с марафоном в Китай. На мой взгляд, исходя из того, что я знаю о городе, из того, что я знаю, насколько здесь развивается спорт, я считаю, что здесь очень хороший потенциал как раз-таки у массового любительского спорта. Потому что, ну, мне кажется, что локация очень удобная, да, здесь рядом соседи очень серьезные, да. Это говорит о том, что есть рынок, емкость рынка, она хорошая. Возможности региона отметили федеральные эксперты, которые также приехали на конференцию в Ульяновск. Регион перспективный в плане, ну, у вас нормативная правовая база в плане привлечения инвестиций очень крутая. Осталось только нашему министерству спорта, по физической культуре спорта, максимально проявить инициативу. Естественно, как-то в контакте работает с нами, с министерством спорта. Идеи по формированию здорового образа жизни звучали из зрительного зала. Среди слушателей были те, кто открыто хотел прорекламировать свой продукт, и те, кто действительно искал помощи и поддержки в своих начинаниях. Массовый спорт должен быть широко представлен. Водное поло сейчас набирает популярность в регионе, большой интерес у любителей к этому виду спорта. Однако, о каком развитии может идти речь, если не привлекать детей, если ими не заниматься? Вот в вопросе занятий детей в водном поле, мы бы хотели получить какие-то советы, может быть. Двухчасовые острые споры в итоге закончились на позитивной ноте. Мысль одна – нужно объединять усилия. Мне кажется, что все-таки уже к завершению нашего общения людей уже начало доходить, что не надо уповать в каком-то своем проекте на помощь обязательно какого-то чиновника города или области. По большому счету 99% реализации проекта у тебя в руках, у тебя внутри, у тебя в голове. На вопрос о том, зачем люди приходят в фитнес, отвечали на второй площадке развития индустрии красоты и здоровья. Фитнес у нас в Ленске развивается, с каждым годом становится людей, которые занимаются здоровым образом жизни еще больше, поэтому мы рады этому и пытаемся подсказать и взять на вооружение лучший опыт для того, чтобы развивались все. Эксперты и участники встречи искали универсальные ключи к развитию этой индустрии. Наверное, быть фанатом своего дела, быть искренним, любить это дело и помогать людям. Ну, в общем, все, что давным-давно известно. Просто нужно действительно это делать, а не просто говорить. Второй круглый стол также не отличился скромностью событий. Люди открыто вступали в полемику, а модератор площадки Николай Цуканов сразу разрешил задавать вредные вопросы. Мы точно помогли людям пообщаться между собой, и они сейчас между собой еще разговаривают, потому что вопросы поднимались, ну, очень много проблемных вопросов, да, и когда говорят о здоровье, это всегда так есть. Есть различные возможности пути к этому здоровью, и красота, она подразумевает в себе именно здоровье. Мне понравились спикеры, мне понравилось то, что было такое немножко спорное настроение у кого-то. Мне понравилось, кто-то говорил за, кто-то нет, но тем не менее мы должны понимать, что базовая вещь, которую сейчас интересует, как здорово сделать клиенту, чтобы было хорошо. Кажется, что первая межрегиональная конференция пришлась по вкусу всем. Обуславливается это количеством партнеров, которые поддержали масштабные события. Та программа, которую нам предложили, мы согласились, потому что она пропагандирует здоровый образ жизни, она пропагандирует здоровые продукты, ну, собственно, мы это производим, поддерживаем, ну, естественно, считаем, что в этом обязательно нужно участвовать и всячески поддерживать данную коммуникацию. Мы с удовольствием откликнулись, когда узнали о конференции. Мы всегда за здоровый выбор жизни, за удовольствие, за успехи во всем. Я думаю, что наш новый автомобиль Toyota C-HR как никогда с его концепцией драйва, дерзай, будь ярче, будь лучше всех, подходит к концепции данной конференции. Наша компания всегда поддерживает массовый любительский спорт. В основном наши сотрудники являются спортсменами, действующими или текущими, потому что спорт – это стержень, поэтому мы всегда за спорт и хотим развивать его в регионе. Чем больше будет здоровых людей у нас, тем больше будет хороших для нас сотрудников. Третья площадка посвящена теме правильного питания. Что это – модный тренд или жизненная необходимость? Это и выяснят десятки специалистов в сфере здорового образа жизни и сбалансированного рациона. Касаемо здорового образа жизни, наверное, все индивидуально. Потому что если человек очень хорошо питается, и у него, в принципе, здоровые продукты в рационе, но он при этом малоподвижный, он испытывает ежедневные стрессы и не спит ночами, мы не можем говорить о здоровом образе жизни. И для этого человека здорового питания будет наименьший раздел. Подискутировали и на тему эмоционального заедания. Спикеры даже предлагали конкретные методики. Например, технологию японских специалистов по выражению эмоций. Если не получается это делать слух, раскрепощайтесь на эмоции при себя. Мы наступили на ногу, вы сказали, боже, как меня это бесит, как меня это злит, как я не люблю этого человека и еще что-то в этом роде. Как я счастлива, что у меня наступил на ногу такой красивый парень. Заключительная площадка завершилась объединением профессиональных интересов врачей, диетологов и тренеров. Все для того, чтобы подогнать здорового образа жизни под каждого индивидуально. Уже сегодня состоится кульминация праздника спорта и красоты. Свой мастер-класс в Ульяновске проведет фитнес-тренер и популярная телеведущая Ирина Турчинская. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Специально для Ульяновской правды.